О том, что ее прадед настоящий герой, Марина Путинцева узнала недавно. Нужно было написать материал в студенческую газету. Воспоминаниями об Александре Гавриловиче Сахарове с внучкой поделился ее дедушка. Оказалось, прадед прошел всю войну. До 41-го служил в Белоруссии. Мечтал поскорее вернуться домой, в родную Атамановку. Но за несколько дней до демобилизации попал на фронт. За время войны он был семь раз тяжело ранен и четыре раза контушен. В госпитале долго не лежал, сразу сбегал. Время тратить не хотел даже на то, чтобы получить орден. Один из орденов ему вручал сам маршал Аркасовский. И когда он ему вручал, между ними произошел такой диалог. Он говорит, Санек, тебе партия и родина уже шестой орден вручает, а ты за него даже расписаться не можешь. На что он ему очень интересный ответ дал. Товарищ маршал, мне для того, чтобы прицепить, грамота не нужна. Он пожал ему руку и обнял, сказал, что он молодец. Прадед имеет семь орденов, награжден девятью медалями. Он брал Кёнинсберг и Берлин. И даже оставил на здании Рейхстага надпись «Мы здесь». Чем больше Марина расспрашивала о подвигах прадеда, тем больше понимала. О жизни таких людей должен знать каждый. Я считаю своим долгом, чтобы к моим прадедушке узнали люди. Я считаю, что он был действительно великим человеком. Он совершал подвиги. То есть сейчас есть модуль на супергероев, хотя все не помнят о таких обычных людях, которые действительно творили историю. Поэтому, как только она узнала, что в Чите ко Дню Победы планируется инсталляция, написала ее организатору Вере Хлюстовой и поспешила поделиться с горожанами крупицей истории. От малого это могут быть книги о войне, которые им интересны. Это могут быть детские книги о войне, это могут быть письма, это могут быть ордена и медали. Естественно, стоимость мы понимаем, все будет документально, юридически оформлено, все будет храниться как положено. Медиа-инсталляция с элементами выставки пройдет 7 по 10 мая в мегаполисе Спорти. До этого времени каждый желающий может поделиться вещами как военного, так и послевоенного времени. Узнать все подробности об организации инсталляции можно по телефону 8-964-467-0917. Валерия Квашнина, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ.